Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня будет долгожданное видео о моих покупках онлайн на блошином рынке Ретро, расположенном на заводе Кристалл, и в первую очередь о покупках Жели. Я давно хотела собрать замечательный этот сервис, но как-то так складывались обстоятельства, что не получались. И только попав на блошином рынке Ретро, я поняла, что я могу создать свой сервис по своему желанию, такой, какой я хочу. И то, что вы видите на столе, это в принципе все, что я купила на блошином рынке Ретро, кроме, конечно, фигурок. И на самом деле у меня больше вещиц, но для чая вот я использую, как обычно, вот эти. И мне нужно было еще какие-то две, которые какую-то сказочность вносили бы, потому что я считаю, что кжель – это как раз тот сервис, который может создавать на столе сказку. И вы видите здесь и рыбка, и кувшинчик в виде или петушка золотого гребешка, или какой-то птицы, ну, сирен или феникс. Ну, в общем, птицы, которые были в русских народных сказках. И вот теперь они появились у меня на столе. К синей росписи по керамике относят под глазурную роспись в синих тонах, как правило, используется окись кобальта на белом черепке. Обычно такие предметы расписывают вручную. Кобальтовая синь была обнаружена в центре Ирана еще в IX веке и в виде сырья перевозилась в Китай. Именно Китай и стал прародителем сине-белого фарфора и керамики, легшего в основу других подобных изделий в разных странах – в Японии, в Европе, в Англии, в России и в Нидерландах. Среди коронованных особ и их приближенных была особая страсть к коллекционированию именно этих изделий. Европейские мастера даже дополнительно украшали их росписью золотом и серебром. Германский город Мессен стал родиной европейского фарфорового производства, начавшегося в 1707 году. Естественно, на европейских керамистов огромное влияние оказал синий-белый фарфор восточного, скорее, китайского происхождения. Поэтому неудивительно, что первых изделий во многом копировали мотив росписи китайских мастеров. Например, так называемый мотив «синяя луковка», заимствованный еще в то время и по сей день, используется в росписи мессенского фарфора. На первых этапах становления французского и английского фарфорового искусства тоже ощущается влияние восточных техник росписи. Ну, а вот в росписи наших желей, китайских матьев, вы точно не увидите. Итак, мне прислали фотографии. По фотографиям мне очень понравились бочонки. Один из них был, похоже, был у моей бабушки. И дальше мне прислали видео, и я стала выбирать кувшинчики. Мне прислали отличную запись. Здесь видно буквально все, но я не хотела что-то такое очень нарядное. Мне хотелось что-то сказочного. Мне очень понравился вот этот кувшинчик в виде, я не знаю, петуха или сказочной птицы какой-то. Да, мне очень понравился этот кувшинчик. Мне его очень хорошо показали. И еще я попросила, чтобы мне прислали фото тарелочки с фруктами. Спасибо. Спасибо. Сейчас я все полки пройду, все просмотрю. То, что я найду, я вам пришлю, и вы тогда скажете, то или не то. Итак, мы выбрали кувшинчик, согласовали размеры, выбрали тарелочку, согласовали тоже размеры, мне показали клейма. Ну, в общем, все четыре предмета я выбрала, и мне еще раз их сфотографировали и показали. И, наконец, после окончательного согласования я узнала о цене, мы договорились про цену, мне сделали огромную скидку. И примерно мы назначили время, когда мне должно это все прийти, и мне стали упаковывать. Я, кстати, хочу отметить, что здесь всегда очень профессиональная упаковка. Ну, в общем, убедите сами, никогда никакие фарфоры не повреждался. В общем, я совершенно спокойна за эту упаковку. Добавляю его, я думаю, как я не могу написать, что я не вовлю, а не вовлю, и мне să иди культуру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так хорошо закрыто, мне кажется... Ну, в общем, конечно, это на машине очень удобно, на Яндекс.Токси. Но мне кажется, что если бы и где-то передавалось по почте, было бы так же прекрасно все тщательно. Прям вот ни одного свободного сантиметра. Там все уплотнено. Вообще прелесть, прелесть, прелесть. Сейчас достаю, что у меня там... Замечательный такой кувшинчик. Кувшинчик-птичка. Желтоватый цвет, значит, старая. Ну, и еще про это же говорит и клеймо. Я его выбрала. Да, и такой рисунок довольно-таки простой, что говорит о старой кжеле. Вот как раз для заднего плана. На задний план кувшинчик поставить. Как же все хорошо упаковано. Вот показался мой бочонок. Вот крышечка. Отдельно упакована. Вот такой вот бочоночек. А из него сейчас мы вынем. А из него вынули мы рыбку. Тоже так плотненько, хорошо упакована. Видите, надели. И вот рыба-кит и петушок-золотой гребешок из русских народных сказок появились на моем столе. Главным отличием кжельской росписи является ее самобытность и индивидуальный стиль. И это неудивительно. Потому что вначале это были простые лепные игрушки и предметы быта с красивой яркой майоликой. И лишь затем стали делать фарфор с нарядной бело-голубой росписью, которая покорила весь мир. И замечательная особенность кжели, что она всегда расписывается только вручную. И я безмерно благодарна директору рынка ретро Валерию Архипову и его сотрудникам за мою сбывшуюся мечту, за сказку кжели, оказавшуюся на моем столе. О замечательной тарелочке и бочонке я расскажу вам в следующем видео. А сейчас я с вами прощаюсь и желаю в первую очередь всем, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы сказка всегда становилась явью. До свидания, мои дорогие друзья! До новых встреч!